«Я не поэт, не композитор. Стихи пишу, как кружево плиту. Мир слов, мир музыки, мой мир. Я в нём живу, я им дышу». Это строчки из стихотворения Нины Правдиной, местной поэтессы. Всего у неё около 600 стихов, однако нигде не изданы, за исключением небольшой самоздатовской брошюры, вышедшей 20 лет назад, и сборника по итогам поэтического конкурса в Лежневе, где были напечатаны стихи всех участников, в том числе и её. Нина Аркадьевна начала писать стихи ещё в школьные годы. По её словам, она вдруг поняла, что может играть рифмой. Сочинения её были лучшими в классе, а в качестве эпиграфа – стихотворение собственного сочинения. Учительница литературы всегда меня хвалила и говорила, «Ниночка, тебя Боженька поцеловал в темечко, тебе учиться дальше надо». Но так получилось, что было очень тяжёлое семейное положение, и, закончив девять классов, я пошла работать. Ну, а в 18 лет кто не пишет стихи? Мне казалось, что все пишут. Пора влюблённости, весна, молодость, а затем замужество, дети, и как-то это всё отошло на второй план. Но так получилось, что где-то в 40 лет я осталась одна. Детки выросли, с мужем расстались. И вот в это время на меня, как мне дочь, говорю, «Мам, у тебя открылся канал, канал Вселенной». Я по три, по четыре стихотворения писала в день. Подруге говорили, «Нет, да ты их печёшь, как пироги». Они приходили, я начинала им читать свои стихи. Затем я зарегистрировалась на литературном сайте стихи.ру и постепенно, вот уже на протяжении 20 лет, это моя копилочка, где я общаюсь с такими же самобытными поэтами, оставляем рецензии на стихи, помогаем друг дружке, где что неправильно поправляем. Номинировалась на «Поэт года». Отобрали два моих стихотворения. Даже я и не ожидала, что эти стихотворения заметят, тематика очень интересная была взята, была тема «Пусть поэты осень носят на руках». На нарушение придумаешь, да? В данный момент я не скажу, что я сейчас очень много пишу, нет. В основном занимаюсь то редактированием старых стихов, то стихи превращаю в песни. Так как я являюсь художественным руководителем вокального ансамбля «Бабье лето» Панинского поселения, конечно, для меня сейчас стихи — это песни, потому что даже когда я начинаю писать, я слышу музыку. И если вдуматься, то, наверное, каждое стихотворение можно петь. Я, наверное, песенница. Помню, моя бабушка пела песни мне Про любовь рябиношки, да к дубу на горе, Про ромашки белые, Васильки воржи, А вот какие женщины Жили на Руси. Эх, бабы-бабы-бабы-бабы, С нами веселей, Жарим, варим, парим И растим детей В радости и в горе Песен полон дом Бабы-бабы-бабы-бабы Вот так вот и живем Субтитры подогнал «Симон» Она киньи лесу только встречала Бабье лето в косынке цветной Бабье лето меня не узнала Бабье лето прошло стороной Бабье лето, бабье лето Бабье лето, бабье лето, осень ты и осень я. Бабье лето, бабье лето, осень ты и осень я. Отчего ж ты меня не узнала, седина моя в шоке волос, Под осенним дождем я скрывала, горе женских непрошенных слез. Бабье лето, бабье лето, паутинка волоса, Бабье лето, бабье лето, осень ты и осень я. Бабье лето, бабье лето, осень ты и осень я. За собой день опять поманила, осыпая осенней листвой, Близко пани меня загружила, бабья осень своей красотой. Бабье осень, бабье осень, на травинке косынки цветной, Бабье осень, бабье осень, закружила своей красотой. Бабье осень, бабье осень, закружила своей красотой. Нина Аркадьевна известная в городе Пивунье. С молодости она активная участница художественной самодеятельности. Пела в различных хорах и, выйдя на пенсию, тоже не расстается с песней. Уже пять лет она является руководителем ансамбля «Баби и лето». Участники ее подруги, с кем она пела раньше, еще в Центральном дворце культуры. В репертуаре самые разные песни, в том числе, конечно, и собственного сочинения. Причем Нина Аркадьевна не только пишет стихи, но и музыку. Не имея профессионального музыкального образования, она напевает мелодию, которую музыканты записывают, делают аранжировки. Одна песня была написана даже на стихи Михаила Дудина. Надо успеть, надо успеть выпустить книгу, выпустить песенник с песнями, потому что есть же мелодии, и их надо все восстановить. И есть люди, которые согласны написать аранжировку. Не написать, а сделать аранжировку, если точнее сказать. Потому что музыку я напеваю, например, мелодию. Женя Батразин сделал аранжировку песни «Бабье лето». Миша Чубаров сделал аранжировку песни «Глубинка России». Теперь она называется, раньше называлась «Середа». И еще одну песню он сделал, очень хорошая песня о нашем городе Форманове. Я тогда ее написала к дню города. Но сейчас она уже не актуальна, потому что текстильный край уже трудно назвать. Даже и текстильный край, наш город текстильным. А там в основном упор на этом стоит. Единственное, что... Я сейчас вам прочитаю несколько строчек из этой песни. Старый наш сад, ты тропинка знакома, Здесь ты из листьев сложил, я люблю. Осень венчала на светочкой клена, Внуков своих я сюда приведу. Фурманов город умелых ткачей, Фурманов город добрых друзей, Женщин красивых, мужчин деловых. Город родной, мы в тебя влюблены. Вырастут дети и вырастут внуки, Здесь свои песни споют о любви. Родина мы никогда не забудем. Город родной, лучший город земли. Каждый раз, возвращаясь в родные края, Сердце щемит от трепетной воли. Город Фурманов край, мы родной середа, Край березок, в ромашках, раздолье. Середа, середа, середина дорог, И терквей, красота, и родимый порог. Середа здесь березок, родных, без знак. Середа, 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 середина дорог, И терквей, и красота, и родимый порог. Середа здесь березок, родных, без знак. Середа, это наша с тобой, середа. Нина Аркадьевна любит жизнь, пишет о многом. Но, наверное, главная тема ее творчества – Это судьба простой русской женщины. Вома с головою. Нынче что-то осторожное надоело быть. Может, вома с головою и про все забыть? Про моральную стой, что не молода? Так безумно в эти годы мечется душа. Может быть, недолюбила, недопела в сласть, Одиночество впустила, как бы не пропасть? Кружит листик над землей и падает ногам. Не смогла простить измены я своим друзьям. В ожидании на перроне счастья своего Свой вагон я пропустила. Это не мое. Отдала тебя случайно. Помахала вслед. Каждый день другой встречаю. Вот уж много лет. Но бегут, бегут составы. Крутится земля. Я всю жизнь тебя, мой милый, одного ждала. Где-то так же одиноко мечется душа. И готова с головою в омут. Как и я. Возраст состояния души. Ах, как стариться, совсем не хочется. Утром страшно в зеркало взглянуть. Синие круги, следы бессонницы. Зеркало свое не обмануть. Налетят гадания умолимо. Чаще стали в место вступать. В путь последний мужа проводила. Милый долго жить мне приказал. Замечаю, что уходим потихоньку. Что совсем седой стала я. Вроде близких рядом очень много. Только вечерами я одна. И опять у зеркала вздыхая. Накрутила утром бигуди. Я, пожалуй, соглашусь, что возраст — это состояние души. И в догонку этому стихотворению, которое любят все буквально зрители, когда я его читаю на концертах, оно называется «Жизнь прекрасна в 60». Но не восемнадцать и не двадцать пять. И никто не назовет баба ягодка опять. А в душе весна цветет. Может быть, наоборот, восемнадцать обрываем у ромашек лепестки. И вздыхаем, и гадаем от того, что впереди. В сорок пять проблем до кучи. Полосели мужики. Вверх дорога стала круче. Красим волосы седы. Кто сказал, что старике? Это ведь на тоске я сейчас, как королева. Деньги носит почтальон. Правда, сумочки, очочки и таблетки были дол. Но зато окружена я заботу исполна. Утром дочка позвонит. Днем подружка забежит. Вечерочком, как всегда. Да-да-да-да-да-да-да. Друг сердечный до утра. Жизнь прекрасна в шестьдесят. Кто не верит, тот... Ну, смелее, смелее. Боитесь, да? Я нет. Дурак. Хулиганкой была. Ею я осталась. Да не виновата я. Жизнь такую осталась. Как появляются стихи? По словам поэтессы, обычно среди ночи. Тогда она буквально вскакивает с кровати и начинает записывать строчку за строчкой. Я вся в себе, не до чужих стихов, Свои бы обуздать вначале проснулась, Но слова из мира снов, Пиши скорей. Мне тихо прошептали, Бумага, ручка, Снова страшно мне. Пиши, я подскажу обратно, Схожу с ума и снова в тишине. Пишу стихи. Зачем мне это надо? Я в суете среди людей одна, Как листик клёна в вальсе листопада. И зимняя к лицу мне седина, Кому-то всё же видно, это надо. На эту можно бы поставить точку, Но только многоточие не даёт. Я от бессонницы рецепт Прошу у ночки. Я с ней уже дружу не первый год, А в это время муза двери распахнула. И как всегда не спи, Скорей пиши, Опять подушку с бок на бок повернула, Вот так, наверное, и рождаются стихи Из сердца, из слезинок на ресничках, Из боли от бессонницы немой, Два бантика на рыженьких косичках, И целый мир поэзии ночной. Вот даже я с вами поговорю, поговорю, И вдруг где-то я выхватила мысль интересную, И я приду домой, и я начну её развивать, Она развивается, 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 Появляется стихотворение. Что-то добавляю ваше, что-то добавляю в своё. То есть есть очень много стихотворений с элементами фантазии. Я сегодня их, конечно, не взяла, они длинные очень. Вот, в следующий раз. Очень много написала стихотворений для своей внучки. Детские стихи я пишу. Например, как вот про кота Степана. У меня есть кот Степан. Он ужасный хулиган. Мои лапы и он за ушкой, лёжа прямо на подушке. Но ведь это не изъян, просто Стёпка хулиган. Мама варит ему рыбку, бабка жарит колбасу, Ну а я его украдкой шоколадкой угощу. Любит Стёпку вся семья. Мам, бабушка и я. Любит Стёпка поиграть, мяч загонит под кровать, На окошке погулять и цветы в горшках помять. Мама в ужасе опять хочет Стёпку наказать. Целый час сидим в углу и забыли, почему. Рядом Стёпка, а с ним я, словно тут моя вина. Любит Стёпку вся семья. Мама, бабушка и я. Нина Аркадьевна имеет множество дипломов и грамот. Она принимает активное участие в конкурсах поэтических со своими стихами и в конкурсах музыкальных со своим коллективом. Смеётся, что, возможно, в недалёком будущем найдёт сил и времени и для первого творческого вечера.